Продолжаем нашу замечательную программу в студии Александра Шунина и Маргарита Трояновская. Наша новая тема, как и обещали, о кибермошенниках, о кибербезопасности. Банк Цитаделла ежедневно получает свыше 20 сообщений от клиентов о звонках мошенников. Примерно такая же ситуация в Светбанке, который предупреждает, что мошенники начали использовать звонки голосовых роботов и говорят уже на латышском языке. Итак, как распознать потенциальную опасность? Как понять, что тебя пытаются обмануть? Об этом мы поговорим с экспертом по кибербезопасности из организации ЦРТ-ЛВ Андреем Константиновым, а также с нами на связи Юрий Ватченко, предприниматель в социальной сфере. На днях он сам едва не стал жертвой таких разводок. Господа, доброе утро. Доброе утро. Юрий, давайте начнем с вас. Расскажите о своей истории. Вы ехали в автомобиле, я видел это видео, вам позвонили, вы включили на громкую связь и записали это видео, чтобы наглядно продемонстрировать, как работает эта разводка. Как вы поняли, что вас пытаются обмануть? Доброе утро еще раз. Я с коллегой Виталием Пасечниковым поехали. Не первый раз, когда пытаются дозвониться, к сожалению или к счастью, вот конкретно до меня все время скрывалось. Вот прошел банк, буквально мне звонили за два часа, что автоматически автоответчик какой-то там, что-то такое, да, и сорвалось, не получилось нам пообщаться. И вот буквально проходит сколько-то минут, моему коллеге Виталию Пасечникову, что я заснял, позвонили, и это старая, уже, наверное, старая схема по поводу TeamViewer, когда подключается к твоему компьютеру, и за тебя делают все платежи успешно, удачно. Вот в его исполнении его заставили даже подождать на линии около 8 минут, чтобы соединить с главным специалистом. Мы даже положили трубку, и люди все равно настойчиво оказались. Они опять перезвонили, и, как слышно в начале видео, они даже ругали, что человек положил трубку, не смог связаться, и... Ну, как же так, мы хотим сделать доброе дело, а вы так себя ведете. То есть на удалении пытаются подключиться к аккаунту, войти в интернет-банк, снять деньги и так далее, да? И этих мошенников не остановило ваше предупреждение? Вы же честно сказали, что это благотворительные деньги. Да, мы сразу предупредили, то есть, вот, Виталия пока вел разговор, я говорю, давай скажем, что это деньги благотворительные, просто посмотрим, насколько люди, вот какой-то из них предел, племен, да, то есть на что они готовы пойти. Ну, там несколько раз было неоднократно подчеркнуто, что деньги-то на такие-то нужды будут потрачены, и в принципе ничего не остановило, ничего святого этих людей нет. Да, Андрей, что вы можете сказать в свою очередь? Насколько часты вот такие попытки, чем объясняются участившиеся жалобы на интернет-мошенников? Ну, такие попытки происходят постоянно, и с нашей стороны, в всяком случае, мы такого роста жалоб не видим. В общем, полиция об этом сообщает, но, ну, хотя бы те сообщения, которые доходят до Церта, Церта ЛВ, да, мы видим, ну, довольно ровный такой рост на протяжении лет уже нескольких. Вот, и это просто становится довольно демократизируется, то есть, ну, практически каждый может из дома начать так звонить, да, и надо открыть такой свой бизнес. То, что можно сразу сказать, во-первых, ну, действительно часто эти люди, они пытаются показать себя в виде, ну, каких-то работников, банков, каких-то других финансовых учреждений, но ведут себя очень непрофессионально, как вы сказали, да, то есть начинают на вас, в принципе, ругаться, что-то такое, и часто можно заметить ложь уже с первых разговоров, то есть, например, ну, в Латвии часто они говорят, что они работают на какой-то латвийский банк или на европейский банк, но при этом ни латвийский язык, ни английский язык они не знают, да, говорят только на русском. Как бы, если, ну, конечно, для русскоязычных это может быть незаметно, потому что вы сами пытаетесь говорить на русском, тогда создается впечатление, что это они ради вас переходят на русский язык, да, они пытаются так показать, но вот если вы попробуете спросить у них что-то на латвийском языке или на английском, то они не ответят. А насчет предела, предела действительно нету, да, то есть очень часто, ну, такие довольно серьезные истории, когда у, ну, у пенсионеров даже, да, то есть у простых людей снимают все-все-все до капли, то есть заставляют людей брать кредиты, которые они потом не могут оплатить, то есть часто это заканчивается, ну, финансовым крахом человека, иногда это, ну, вот, какие-то, звонят каким-то работникам, какие-то организации, да, в принципе, эта организация берет кредит на... что тоже, конечно, плохо. Ну, а как можно вынудить человека взять кредит, если он ему не нужен? Убеждают, ну, это типичный такой, знаете, лохотрон, в принципе, то есть, вот, все читали, наверное, в детстве «Приключения Буратино», да, и там была история про кота Пазилио и своего лица. Ну, в принципе, вот это такое, да, то есть убеждают человека, что это на самом деле человек, что они, не они забирают ваши деньги, а что вы немного, небольшой вклад вкладываете, одну монетку, да, и наутро будет целое дерево, понимаете, то есть убеждают вас, так что вас-то никто не заставляет брать кредит, но вот если бы вы взяли кредит, то через неделю вы бы там раздали бы все свои долги, стали бы миллионером, там, разъезжали бы, построили дом, да, ну, то есть все ваши мечты бы сбылись. Ну, то есть на психологию работают, да? Андрей, вы упомянули, что любой практически может из дома начать этот, в кавычки, бизнес, неужели технологически это настолько просто? Что для этого требуется? Ну, к сожалению, ничего не требуется, то есть вы можете, в новостях периодически мелькает, ну, не секрет, что большинство таких мошенников, они из Украины или из России, на всяком случае, те, которые звонят нам на русском языке, и в России, в частности, уже не раз были раскрыты такие сети вот мошенников, которые работали прям из тюрем, да, то есть это работники СИЗО, работники, в смысле, ну, люди, которые сидят в СИЗО, да, отсиживают уже какой-то срок, и вот им там массово, ну, добывают вот телефоны, да, с симками, через которые они звонят, там, телефоны там специально оснащают такой аппаратурой, чтобы, ну, звонки шли через какие-то европейские страны, да, и вот они обзванивают и российским жителям, и вот европейским жителям, ну, всем порядка, кто ответит. Ну, то есть чисто латвийских таких структур меньше, потому что действительно сообщается, что в основном звонят на русском, если звонят, сейчас начинают на латышском тоже общаться, но делают это не лично, не сами, а через голосовых роботов, что тоже свидетельствует в том, что языка люди не знают. То есть конкретно в Латвии, судя по всему, меньше людей, которые этим занимаются, насколько я понимаю. В Латвии было несколько таких случаев, когда таких людей тоже вводили, да, разных, разного уровня мошенников. Но, да, большинство, абсолютное большинство, это пока что, во всяком случае, это не наши, это, ну, в принципе, люди, которые работают на все СНГ, да, на весь бывший союз, на, ну, всюду, где, в принципе, на русском языке на них отвечают. И, конечно, Евросоюз для них интереснее, потому что, если деньги побольше, да, евро и, может быть, какие-то другие структуры, здесь может быть, опять же, каждая новая такая схема, в принципе, она не новая, она уже отработана, ну, в России, в Казахстане и так далее, да. Ну, просто, когда она приходит до нас, вот здесь люди, может быть, о каком еще не слышали. Соответственно, можно эти схемы, которые уже, в принципе, хорошо протестины, да, можно их опробовать на новой аудитории. Давайте вернемся к Юрию Виталию. Ребята, ваше видео неплохо завирусилось, там какие-то сотни репостов и так далее. Что происходит дальше? Обратились ли вы в полицию, чтобы вычислить и наказать этих мошенников? Ну, конечно, нет, потому что понятно, что это действует не отсюда, это действует, ну, как уже сказал Андрей, это с постсоветского пространства действует. Это не первое наше общение, и мы уже криптовалюту покупали, и все, что только мы не делали уже. Но я просто хочу добавить одно, что очень плохо, что, наверное, мы вот, я как пользователь ТикТока, например, да, Фейсбука и других Инстаграмов, мы видим очень много вот такого вирусного видео, которое распространяется, что люди разоблачают беседы, разговоры, и про латвический язык там очень много сказано. Когда в латвии, конечно, разговаривают, люди нервничают, то есть куда-то посылают дальше. И, соответственно, плохо, что мы не видим такие видео, наверное, от тех же самых наших банков. Почему-то мы не видим в том же самом ТикТоке, да, видео от банка, который что-то информирует, показывает ситуацию, говорит, вот это не мы, вот так нельзя. Может быть, что-то есть какая-то информация, но я лично, вот, мой круг знакомых, практически это сейчас актуальная тема каждый день, да, что тому позвонили, маме позвонили, папе позвонили. Но, к сожалению, я лично не вижу такой информационной какой-то борьбы с этим, потому что как можно распознать? Да, может быть, в наше поколение мы хорошо, прекрасно понимаем, чем занимается Центральный банк Латвии, который не выдает карточки и так далее, он не будет нам звонить. А люди постаршего поколения, они, может быть, и не банк, и банк, да, позвонили. Тем более с Центрального. Да, с Центрального, оттуда позвонили. И люди в той закалке для них это, как, знаете, как руководство, да, то есть вот вам надо, и они, да, хорошо, мы сделаем. Поэтому здесь больше, наверное, информационной не хватает поддержки. То есть, на ваш взгляд, банки могли бы проявлять большую активность, в том числе в социальных сетях, рассказывая о том, как избежать вот этих мошеннических ловушек? На наглядных примерах. Да, хотя бы перепосты этих видео, да, какие-то части, говорят, вот это не могут, вот это мошенники, да, чтобы люди могли видеть. Когда-то давно, мне кажется, что-то я видел, и по телевизору было, и по радио что-то предупреждали свои данные. Ну, это стандартная процедура, свои данные никого не передавать. Ну, такого именно я не имею. Если я не ошибаюсь, даже какое-то время назад банки, в частности, Шведбанк, рассылал СМС, делал рассылку СМС, тоже по поводу каких-то мошенников это было. Сейчас так же самое. Каждый банк, как будто там Свет, Цитадем, центральный банк. Так же самое. На двух языках можно сделать рассылку СМС свои, потому что все телефоны, все клиенты банка имеют телефоны, все телефоны внесены в базу банка. Так же самое. Можно сделать рассылку с предупреждением, что банки не звонят. Или как-то так. То есть больше информировать своих клиентов, своих граждан о том, что мошенники орудуют. Потому что даже если брать во внимание пожилое население, которое не пользуется Фейсбуком, которое не пользуется ТикТоком и прочими ресурсами, которое даже не знают. Бабушке позвонили, она ответила. С ней разговаривают на приятном русском языке без акцента. То есть бабушка даже не замечает, что они используют другие совершенно слова, обороты слов, другие выражения. Наши банки, наши люди такие слов не используют. Конечно, она поверит. Андрей, скажите, со стороны ЦРТ ЛВ может быть какая-то работа ведется, тоже такая предупредительная, воспитательная, информирующая? Информацию мы публикуем. Государственная полиция публикует, банк публикует в социальных сетях. Поэтому, с моей точки зрения, я эту информацию вижу, но, конечно, у каждого свой в социальных сетях, наверное, этот пузырь. Поэтому я абсолютно понимаю, что, возможно, с другой стороны, это не доходит до тех людей, которых нужно доходить. Определенно над этим стоит поработать. У нас есть вопрос из WhatsApp. Поймали ли хоть одного такого телефонного мошенника? Действительно известно ли о таких случаях? Да, но они находятся физически не в Латвии. Есть некоторые случаи, но это вопрос скорее к государственной полиции, когда действительно ловили людей, которые разводили на большие деньги. Здесь же, в Латвии, в Литвии, недалеко от нас. Но в большинстве своем это группы, которые орудуют из СНГ. Как вообще это происходит? То есть понятно, что когда звонят, и человек понимает, что это какой-то развод, нужно об этом сообщать куда-то в банк, в полицию, чтобы начиналось какое-то действие, задерживали, расследовали. Как это делается? Сотрудничество с другими странами ведется, чтобы это раскрыть. Как-то по телефонным номерам пробиваются. Вот как именно фактически с этим происходит борьба? Каждый случай другой, разный, потому что этих мошенников очень много. И на индивидуальные случаи нецелеобразно, скажем, каждое индивидуально рассматривать, а не агрегируется. То есть собираем вместе, пытаемся понять, какие группы оперируют, каким образом, какие схемы. Часто потому, что у одной группы есть несколько схем, но с другой стороны, и одну схему используют разные группы, потому что они между собой... Они видят, чем занимаются другие, и пытаются как-то поднабрать какие-то интересные идеи друг у друга. Поэтому это собирается вся информация вместе, из нескольких стран. Например, сейчас все схемы, которые вы сейчас описали, другие всякие схемы, которые у нас тут, например, с доставками, служебные доставки очень распространены, мошенничество, они все происходят сразу в нескольких странах. И тогда, соответственно, координируется... Ну, это полиция этим занимается. То есть идет координация на уровне Европолу и так далее. И таким образом... Да, как раз параллельно нам тоже пишут в интернете, что есть же для этого Интерпол, Европол и влатые подразделения для борьбы с киберпреступлениями. У нас есть звонок с прямого эфира. Давайте примем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, да. Знаете, мне какое-то время назад тоже позвонил человек и начал рассказывать на русском языке про финансы, всякие, что деньги вкладывать можно. Ну, я сразу понял, что это мошенники, да. Я позвонил в полицию, сказал, что я могу номер назвать. Ну, у нас женщина сказала, ну, как бы, ну, нет толка, ну, можете назвать. Ну, я назвал. Потом я ради интереса этот номер в гугл записал. И оказалось, что с этого номера уже, ну, там уже много-много людей писали, что мошенники, да, и этот номер уже долго стоит, уже знает этот номер, да, уже, не знаю, наверное, пару лет. Но как может быть так, что, ну, ладно, я бы не понимал, если они меняют номер, да, но уже годами звонят с этих номеров, ну, уже, которые, и никто не может ничего сделать в полиции. Ну, на самом деле, да, нелепо. Нелепо. Спасибо за звонок, хорошего дня. Андрей, прокомментируйте, как это может быть, когда номер действительно известен, что вот это конкретно номер, которого звонят и пытаются развести, и ничего не происходит? Да, ну, конкретный вопрос, опять, это к полиции, потому что, ну, полиция – это орган, да, который занимается следовательской действием. Но в целом проблема в том, что эти номера, с которых они звонят, это, ну, в подавляющем большинстве, да, конечно, за каждый случай нельзя сказать, но это не частные лица, да, то есть они не звонят со своих номеров. Они используют интернет, интернет, как называется, VoIP, да, то есть, ну, систему, по которой можно звонить, как Skype, да, грубо говоря. Да, то есть можно звонить через интернет, да, через какие-то такие службы. И это те же самые номера, да, вот, которые появляются, да, и их используют мошенники, но не только. Это, например, ну, как Skype, грубо говоря, то есть эти же номера используют разные колл-центры, да, разные, вот сейчас, особенно во время педемии, ну, многие организации, которые не хотят, ну, хотят, чтобы людям могли звонить, но не звонили со своих телефонов, да, то есть они звонят через такие технические решения. Поэтому эти сами технические решения, они, да, есть некоторые, которые, как бы, подешевле, да, или которые больше, так, ну, используют какие-то мошенники, но их сложно просто так взять или запретить, потому что, ну, это нормальная организация, да, которая, как бы, у которых бизнес, то есть бездельный латвий. Завершающий вопрос я задам. Бывают случаи, когда, действительно, люди сталкиваются с мошенниками, и не всегда человек сразу понимает, что это какой-то развод. У нас с нашим коллегой так произошло, с Константином Ранксом попался он на эту удочку, он сразу понял, позвонил в полицию, в банк. Вот в таком случае есть ли вероятность какую-то сумму вернуть, заблокировать и предотвратить вот этот перевод средств на мошеннические счета? Да, абсолютно. Это, в принципе, чем быстрее вы это заметите, да, что-то такое, что-то произошло, чем быстрее среагируете, ну, вот от времени все зависит. То есть если достаточно быстро отреагировать, то можно вернуть достаточно большую сумму. То есть конкретные детали зависят от того, каким именно образом деньги были переведены и куда. То есть это было с карточки напрямую, это было через какие-то... Иногда платеж происходит через PayPal, через PSR или еще какие-то посредники, да. Иногда это бывает прямым банковским переводом, иногда это бывают вот эти кредитные линии. То, что сейчас вот такое новшество, да, это когда звонят, в принципе, владельцам организации, и тогда открывают кредит, в принципе, кредитную линию на организацию. Да, эти деньги вообще организация не видит. Ну, короче, это зависит от технических деталей. Поэтому в целом, чем быстрее среагируете, тем лучше. Рекомендую сразу обращаться в полицию. В полицию желательно, да, вот так, как вы уже говорили, да, то есть если просто звонить в полицию, ну, в местный участок, то могут и не понять. Лучше обращаться именно в раздел, который занимается борьбой по кибероскопередапанности. Это ЭНА. Огромное спасибо. К сожалению, время эфира вышло. С нами был Андрей Константинов, эксперт по кибербезопасности организации ЦРТ-ЛВ. И Юрий Иваченко, предприниматель в социальной сфере, который со своим коллегой Виталием Пасечником недавно чуть не стали сами жертвами этих разводчиков, но вовремя сообразили, и теперь даже их записанное видео распространяется по интернету, как инструкция, в принципе, как себя вести в схожей ситуации. Напоминаю, что на портале MixNews буквально через пару часов появится текстовая версия нашей беседы с подробными рекомендациями и предупреждениями, на что обращать внимание, если вам звонят с незнакомого номера и пытаются выманить ваши денежки физические и виртуальные. Что же, мы удаляемся на паузу, еще раз поблагодарив наших гостей. Вернувшись, мы будем беседовать с членом управления Латвийской ассоциации семейных врачей Лигитой Вулфой о повышенном детском травматизме и инфекционных заболеваниях летом.